Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем смотреть короткий расклад на тему, что я себе не понимаю и не принимаю. Сразу хочу сказать, что, наверное, в каждом раскладе до конца этого месяца я буду говорить о том, что есть велика вероятность о том, что звук будет глючить. Пока у меня нет возможности купить новый микрофон, хотя я не понимаю, в чем причина с данным, потому что, в принципе, он не такой-то уж и старый. Ему год всего лишь, и он должен был работать нормально. Иногда работает, иногда не работает. Не знаю, с чем связаны эти глюки. Поэтому для особо раздражительных, скажу, выключайте сразу ролик. Если вдруг звук будет не очень хороший. Вот. Ну, а те, кто все-таки могут себе позволить одеть наушники и послушать расклад, если им интересно, то, наверное, для вас этот расклад и будет. Хотя, опять-таки, я 100% не могу сказать, не могу предугадать, будет ли хороший звук, либо он где-то будет прерываться. Я просто озвучила причину того, что что-то происходит с микрофоном. Вот. И почему до конца месяца? Потому что, ну, я надеюсь, что в конце месяца все-таки у меня будут деньги, и я смогу купить беспроводной микрофон, чтобы не было проблемой. Потому что мне все-таки кажется, что проблемы как-то со шнуром. Ну, ладно, это технические вопросы. Просто я хотела с вами поделиться. Потому что иногда в некоторых раскладах, в комментариях, да, люди пишут, что плохой звук. Я в курсе. Я в курсе. Почему? Потому что каждый в свой расклад. Прежде чем выпустить, я его проверяю. Я его проверяю, я его пересматриваю по возможности. Если есть такая возможность, звук увеличиваю, если в монтаже, если слишком тихий. Вот. Но, в принципе, то есть все, что я могу, я делаю. Вот. И окей. Итак, давайте приступим. Позиция номер один. Что вы, головенький камешек, так вперед поставим, здесь вопросики мои. Что вы о себе не понимаете? Смотрим единички. Смотрим вас. Что вы о себе не понимаете? Аркан умеренности. Здесь первичное, знаете, у меня такое впечатление, что, скорее всего, вы все о себе понимаете. И все вы прекрасно о себе знаете. Потому что выпал аркан умеренности, великий аркан. Но, на всякий случай, я хотела больше уточнить, что, а если вдруг... Что-то, да, вы в себе не то, что вы знаете, не знаете, либо не понимаете. А, скорее всего, возможно, вы не знаете. Нету ясности в плане того, как можно совместить в себе две силы. Причем две силы такие достаточно противоречивые. С одной стороны, это легкость, это эмоции. А с другой стороны, это как раз-таки логика, это холодность. То есть здесь не про то, что вы о себе это не знаете. А, скорее всего, у вас не всегда получается совмещать. Вам приходится выбирать. Либо вы, я не знаю, будете открытыми, эмоциональными, веселыми. Либо вы радуетесь. Либо проходит какой-то период, и вы чувствуете, что слишком много энергии отдали этому миру. И для того, чтобы прийти к балансу, вам необходимо включить немножечко такую холодность по королеве мечей. Более, больше некая такая разумность поступать по уму. И вот иногда бывают у вас такие периоды. То есть здесь не про то, что вы умеете совмещать. А здесь про то, что вы, скорее всего, чередуете. Либо много такой эмоций, радости. Либо, наоборот, закрытость. Но здесь присутствует некая крайность, ощущение того, что как раз по аркану умеренности вам этой золотой середины и не хватает. То есть логично, что если вы в какой-то период открываетесь этому миру и проживаете по полной, то здесь вопрос брать и отдавать, скорее всего. Опять же, я не могу сказать, мне интуитивно не идет о том, что вы как-то не нормализовали вот этот вот процесс, есть какой-то дисбаланс. Просто здесь какая-то вот у вас своя такая схема, да, что вот, знаете, как-то нету середины в плане того, что вот если отдаешь, да, то надо отдавать, ну как-то, я не знаю, дозировано, либо столько, сколько нужно. Здесь вот у вас, когда идет процесс отдачи, вы в большей степени отдаете себя почти всю, либо всего. Почему? Потому что у вас есть такая потребность, да. А потом, когда вы полностью опустошились, ясное дело, вам нужно наполниться. И тогда вы уходите вот именно в королеву мечей. Держите дистанцию, возможно, уходите немножечко в отшельничество для того, чтобы пополнить ресурсы. И это достаточно логично, потому что ресурсов-то нет. Здесь возникает вопрос, а почему вы отдаете себя полностью? Почему нет такого, что вот дать себя немножечко, там, я не знаю, поделиться какой-то информацией, где-то с кем-то встретиться, поговорить, но не сидеть вот прям там, я не знаю, по 3-4 часа, пока вот всю свою жизнь не вспомните, да, с кем-то. А посидеть, то есть уходить тогда, когда есть еще о чем сказать, но вы как будто бы можете это оставить на потом. У вас это во всем, кстати, вот этот вот сценарий проскальзывает. В плане того, что вот вы даже, если работаете с людьми, с клиентами, либо что-то рассказываете кому-то, вот вы хотите прям сразу и все. То есть у вас нет вот этой вот меры, сколько нужно давать, сколько нужно говорить, сколько нужно рассказывать, нету меры. Вы либо делаете, либо не делаете, то есть третьего варианта не дано. И здесь вот эта вот как раз-таки умеренность, она и говорит о том, что у вас есть такая необходимость понять, как можно в себе уравновесить эмоции. То есть здесь, скорее всего, вам хочется понять, как работают ваши эмоции. Почему? Потому что это вот та часть вас, которая неконтролируемая. То есть вы как будто бы свои эмоции не всегда можете контролировать. Я не имею в виду, что вот, допустим, кто-то гневается, да, и невозможно сдержать гнев. Нет. А здесь вот иногда бывает такое, что вот вы срываетесь. Срываетесь. Причем срыв этот эмоциональный, он не только в негативную сторону, он может и в позитивную. То есть вам хочется вот прям открыться, поделиться, рассказать все людям, что у вас происходит так. Хорошее, плохое, неважно. А потом как будто бы получается так, что вот рассказали, посмотрели на реакцию человека, она вас как-то не оправдала ваше ожидание, не удовлетворила, вы опа и закрылись. И в некоторое время, опять-таки, вот как будто бы не отдаете миру. Вот здесь об этом идет речь. И у вас возникает вопрос о том, что вот эти вот качели, они мне уже надоели. Безусловно, здесь могу сказать, что вот где-то процентов 70 уже людей, которые как-то апплитуда раскачивания на этих качели, она уже стала меньше, чем та, которая была, например, в молодости, либо несколько лет назад. То есть здесь люди, которые как-то научились себя сдерживать. Но это не про управление. Да, здесь не про то, что вы умеете управлять своими эмоциями, либо вы понимаете свои эмоции. Нет. А здесь, скорее всего, сдерживание. Здесь идет контроль. Здесь идет доминирование королевы мечей. То есть какая-то некая такая стратегия, которую вы выстраиваете. Но это тоже своего рода защитный механизм. Это не про то, что вот вы понимаете механизм работы ваших эмоций. Почему они появляются, для чего, какой у них функционал. То есть вот вам вот в этом нужно немножечко разобраться. А так, в принципе, я не вижу, чтобы были какие-то моменты, которые вы в себе не понимаете. Баркан умеренности. Вы такой достаточно спокойный человек. Как говорится, никому не мешаю, никого не трогаю. Наслаждаюсь жизнью. Всегда пунктуально. Всегда нахожусь в нужное время, в нужный час. Понимаю какие-то процессы жизненные, как происходят. И вот что мне нужно сделать. Такой очень достаточно мягкий человек. Но при необходимости можете и рубануть. Вот, по королеве мечей. А что вы не принимаете в себе? Что не понимаете, мы посмотрели. Здесь нет, в принципе, такого ничего особенного, помимо того, как взаимодействовать с вашими эмоциями. А есть ли что-то, что вы в себе не принимаете? Аркан шута. Вы не принимаете, когда вам ограничивают вашу свободу. Когда вам ограничивают ваше пространство. Причем вы достаточно легко можете нарушить пространство другого человека. Почему? Потому что у вас нет понимания именно границ в каких-то моментах. То есть здесь вот прям такая личность, знаете, избирательная. Вот сейчас у меня есть границы, и я их выстраиваю, королевы мечей. А потом, когда вы не хотите, у вас нет. И вот вы как будто бы по такому правилу меряете и других людей. То есть, безусловно, вам не нравится, когда вам кто-то что-то указывает, когда вам кто-то что-то говорит, что нужно сделать. То есть, вам никто не указ. Вы сами с усами, сами все знаете, сами все понимаете. Поэтому, особенно если вас кто-то будет ограничивать в свободе слова, либо в свободе вашего мышления, здесь будет прям такая серьезная ситуация. Она может быть и конфликтная. То есть, вы не тот человек, который выйдет на конфликт, но вы тот человек, который может прям, знаете, так встать с гордо поднятой головой и покинуть помещение. Да, так знаете, показательно очень. Но вступать в какие-то дискуссии и дебаты вы не будете. Вот почему? Потому что это для вас чревато эмоциональным каким-то напряжением психологическим, и вы это избегаете. Ну, то есть, оно вам нужно? Нет. И вы человек достаточно мудрый, вы это понимаете. Поэтому, чтобы себя сохранить, лучше вовремя уйти. То есть, в этом есть тоже свой плюс и есть свой минус. Вот. Что еще вы в себе не принимаете? Вы знаете, здесь с чувством юмора тоже есть такой вопрос. Может быть, в плане, скорее всего, даже не своего чувства юмора, а других людей. То есть, иногда бывают такие моменты, когда вы не совсем понимаете шутки, что ли. То есть, вы такой, знаете, человек по настроению. Вот нельзя сказать, что у вас есть какая-то одна определенная стратегия, да, что вот вы так себя ведете, и вы понятны людям. Нет. Вы достаточно неординарная личность и непредсказуемая. Вот эта ваша непредсказуемость, она усложняет взаимоотношения ваши с людьми. Почему? Потому что они не знают, особенно с мужчинами, они не знают, как вы отреагируете в тот или иной момент. То есть, вроде бы, бывают такие моменты, когда, ну, какая-то тупая шутка, и вы можете смеяться, а когда есть такой достаточно утонченный юмор, вы не включаетесь. То есть, вы не понимаете, это сейчас к чему было. То есть, для чего ты это сказал, либо для чего ты сейчас смеешься, да, почему ты сейчас смеешься. Вот здесь все про это. Есть ли еще что-то, что вы не принимаете? Что вы не принимаете в себе? Как-то это связано что-то с движением. Что именно? Выпадают все великие арканы. Причем выпал аркан, который называется благоразумие в этой колоде, да, это альтернатива аркана умеренности. И у аркана колесницы у него тоже две лошади. То есть, тоже вот этот вот баланс дуальности, понимаете, вы, ваше мировоззрение нету четко выраженных крайностей. Я бы сказала, что вы тот человек по шуту, да, который вот в своем вот этом вот безумии в плане чего? В плане свободы. Вы как будто бы все время высмеиваете вот некую такую систему, в которой живут другие люди, какие-то правила. и вот вы, я не знаю, как будто бы эти крайности не принимаете. Вы их как будто бы осуждаете. Здесь вопросы именно с границей, они тоже вот ведь не случайны, да, то есть почему не принимаете? Сейчас я вам правильно попробую донести эту мысль. Здесь говорится о том, что вы живете в мире дуальности, но вы живете, знаете, вот как будто бы с понятиями дау, в плане того, что нету ничего, ну, то есть все познается в сравнении, да, и вот это вот сравнение, ведь оно не случайно, то есть одно накладывается на фон другого, то есть вот это вот инь и я, значок, да, черный и белый. Вроде бы мы видим два контрастных цвета, да, черный и белый, но с другой стороны внутри черного есть белое, а внутри белого и черного, и это движение, то есть если посмотреть на этот значок, там идет движение, то есть черное, оно входит в белое и становится белым, то есть одно проистекает из другого. Вот у вас вот это вот как раз таки, вот этот вот процесс, он есть, он присутствует. То есть вы не можете, допустим, в диалоге четко высказать позицию свою по причине того, что вы видите и белых, и красных, понимаете, и сказать, а кто выигрывает на войне, нет, вы не сможете. Почему? Нам сложно будет принять позицию красных, либо позицию белых, да, за кого вы, за красных или за белых. Почему? Потому что вы сразу сможете увидеть, что вот у красных есть своя точка зрения, они в чем-то правы, у белых тоже есть своя точка зрения, они тоже в чем-то правы. А вы, допустим, против войны, да, то есть не против чьей это позиции, у вас, например, там третья какая-то точка зрения, да, более глобальная. И вот здесь вот вы как будто бы не можете принять в себе, что вот эта вот конкретная дуальность, да, которая очень ярко выражена. То есть такое ощущение, что вы как будто бы прирожденный некий такой дипломат, да. Кто-то может посмотреть со стороны и сказать, что, возможно, вы тот человек, который хочет усидеть на двух стульях, но здесь не про это. Здесь у вас отсутствует хитрость, у вас отсутствует вот это вот видение того, что вы как-то разделяете. Ну, я не знаю, нельзя сказать, что вот, например, у матери есть дочь и сын, да, что вот, например, дочь она любит больше, чем, например, сына. Вы эту как-то вот дискуссию раскрутите не в плане того, что, а кто лучше, девочки или мальчики, а в плане того, что это дети, да. И вы можете сказать, что, а я вообще детей не люблю, да. И тут как раз вот в таком состоянии, когда, окей, а мы тогда почему говорили, вся беседа была направлена на то, у кого ты любишь больше мальчика или девочку, а ты, оказывается, вообще детей не любишь. То есть вы как будто бы про третье что-то. И вот это вот вы себе не принимаете. И как следствие это сложно принять вам во внешнем мире, что есть люди, которые, например, за одну сторону, а есть люди, которые за другую сторону. Вы не понимаете, то есть в чем разделение. Здесь фишка заключается в том, что вы человек ориентированный на союз, вы человек ориентированный на объединение. У вас нету разделения на меня и на другого человека. У вас нету разделения на меня и мир. Вот вы видите единство во всем. И вот исходя из этого, отсюда у вас и начинаются проблемы и сложности в плане того, что ваше мировоззрение разнится колоссально от мировоззрения общей такой статистической мазы людей. То есть вот ваши взгляды, они немножко, как это сказать-то, не то чтобы про духовность, а они немножко философски, вот так скажу, да. А когда ты живешь бытовой жизнью, философские вопросы, как будто бы они, ну вот получается, для некоторых людей не совсем они уместны. То есть они относятся к сфере фантазии и иллюзии, а вот мы давай сейчас будем с тобой зарабатывать и кушать. Вот это что-то более конкретное и осязаемое. А то, что ты говоришь, это вот как будто бы сфера философии. Поэтому вот ваша особенность на аркане, на дне колоды, аркан влюбленных тоже, да, то есть вообще вот этот вот вопрос не выбора, а вопрос разделения, да, на ваших и наших, на белых и красных, как я уже говорила, он для вас очень актуальный. Вы понимаете, вы как будто бы в курсе того, что есть дуальность, да, но вы на ступеньку выше этого, и вы стараетесь как будто бы донести людям как раз таки про это, да, что, блин, люди, мы все едины, да, то есть нас намного больше что объединяет, нежели разделяет. Но почему-то люди выбирают как раз таки именно позицию разделения, вот, а не объединение, и они не понимают вашу позицию. Вот отсюда вот происходит вот это вот трудности, сложности лично в вашей жизни, да. Почему? Потому что, вот еще раз скажу, нету у вас четких границ, потому что у вас немножко иное мировоззрение. И это то, что вот вы не принимаете. Так, это у нас была первая такая философская позиция. Ну, единичку, как правило, выбирают люди философского склада ума. Так, давайте посмотрим теперь позицию номер два, красненький камешек. Двоечки у меня всегда такие чувствительные, эмоциональные, нежные, ранимые. Вот, что вы о себе не понимаете? Вот, что вы, двоечки, себе не понимаете? Аркан смерти хочется сказать. Но сколько уже можно трансформироваться, да? Сколько уже можно работать над собой? И, то есть, вы как будто, вы знаете, не можете понять, как вообще можно, то есть, в продолжении первой позиции, да, скажу, у вас как можно разделять вообще время на до и после? То есть, как можно избавиться от прошлого? Почему? Потому что аркан смерти, он нам как раз-таки говорит о трансформации, про отпускание, отрезание прошлого, да, про изменение в нашем сознании, когда мы начинаем расти, мы отпускаем то, что нам уже не нужно, то, что уже отжило, то, что в естественном процессе переходит в этап гниения, да, для того, чтобы стать удобрением для рождения чего-то нового. И вот, что вы о себе не понимаете? Здесь, может быть, либо вы не понимаете, когда этот вообще процесс закончится, либо вы не можете понять, то есть, а как можно отпустить свое прошлое? То есть, как от него можно избавиться? Потому что для вас это вот прям важная часть вас самих. Почему вы не можете отпустить прошлое, шестерка Пендакли? Ну, конечно, потому что оно для вас очень ценное, оно для вас очень важное, значимое. Потому что я сказала в самом начале, что вы чувствительные такие люди, да, очень ранимые. А шестерка Пендакли нам как раз-таки показывает, карта меценатства, да, помощи, как раз-таки показывает то, что вы человек, у которого есть вот такая вот потребность отдавать, да. То есть, есть люди, у которых есть потребность братья, а у вас вот потребность отдавать. И, возможно, прошлое вам сложно отпустить по причине того, что вы очень много вкладывались в это прошлое, да. Это могут быть люди, это могут быть ситуации, это могут быть какие-то моменты, вещи, да все что угодно. То есть, туда, куда вы прикладываете силы, и вот это вот ощущение, а мне жалко. Жалко это отпустить, жалко как-то оставить. Жалко что-то трансформировать. Возможно, вы, ну вот кто-то из вас, прям такой маленький процент человек, ну, процентов в пять, я так могу сказать, те люди, которые хранят у себя дома, потому что мне здесь показывают часть людей, которые хранят у себя разные безделушки из прошлого, которые, в принципе, ну, они не нужны, вот, но из-за того, что они несут для вас какую-то эмоциональную ценность, вы их держите. Это могут быть какие-то старые уже фотографии из вашего детства, что, в принципе, казалось бы, да, если уж прям так очень важно, можно отцифровать эту фотографию и держать там у себя в телефоне, да, зачем вот на бумаге место занимает. Ну, вот здесь такое, ну, это вот почему-то, для вас что-то важно, возможно, какая-то, я не знаю, какая-то грамота, которую самая первая вы получили там в детстве за какие-то свои успехи, заслуги. То есть то, что для вас имеет какую-то ценность, значимость, какая-то вещь, вы храните. Здесь не про жадность, а здесь про именно эмоциональную какую-то значимость, может быть, какой-то, я не знаю, какой-то кулон, может быть, одна сережка, и казалось бы, да ты эту сережку не оденешь, потому что она одна. Да, но я ее не держу для того, чтобы одевать, а я ее держу как на память. Вот это вот на память, вот эта вот память, она для вас важна, потому что в этом есть ваша жизнь, вот в этой памяти, в этих эмоциях. В акцент я делаю на эмоции. Вот в этом есть ваша какая-то ценность. И поэтому, что вы о себе не понимаете, как это можно отсечь, да, то есть я действительно не понимаю, как это можно оставить в прошлом. Что еще здесь такого важного, что вы не можете? Вам сложно принять решение, да, то есть сложно, сложно принять решение, как-то вот скрыть, отказаться от чего-то. А в чем сложность? Ну, потому что это вот, я говорю, да, аркан изобилия. В этом есть, в этом и есть вот ваше плодородие, в этом есть, как хочется сказать, да, ваша родина, да, в плане земли. Да, вот этот вот клочок земли, это мое место силы. Вот то, что вот ваше прошлое, вот эта вот память, это есть ваша сила, поэтому вы не понимаете, как можно отказаться от прошлого. То есть для вас, по сути, это отказаться от вашей силы, от ваших корней, от того, что вас питает, и то, что вам придает вот эти вот, не знаю, уверенности, что ли, дополняет, восполняет какие-то вот ваши силы. Поэтому, когда вы слышите, что вот прошлое надо оставить позади, вам это будет даваться очень сложно. И это вы о себе не понимаете, как и что. Хорошо, смотрим теперь, что вы в себе не принимаете. Если что-то, что вы в себе не принимаете. Тройка мечей. Так, здесь что-то связано с такой, с эмоциональной болью. А что именно? Семерка педаклей. Она может указывать на... на то, что вы как-то можете долгое время терпеть какую-то вот психологическую боль. Вообще, это такая... Человек, который терпеливый, да? То есть вы однозначно ощущаете, это понимаете, когда вами пользуются, когда к вам, возможно, неуважительно относятся. Но вот вы такой человек, который вам проще разрушить себя. Вот я говорила, да, по арканной смерти, что что-то гниет для того, чтобы превратиться в удобрение для рождения чего-то нового. Вот вы как раз и тот человек, который готов пожертвовать собой, чтобы стать удобрением для рождения чего-то нового для другого человека. То есть вот вы в себе вот это вот качество не принимаете, что есть у вас вот это вот чертва самопожертвования, когда разрушаете себя для того, чтобы кому-то было хорошо. Причем вы это вот здесь как будто, вы знаете, очень долгое-долгое время вы можете себя как-то жертвовать, собой можете жертвовать. И это не есть совсем хорошо, потому что если мы говорим о самопожертвовании, например, матери во имя своих детей, когда, например, она их воспитывает и жертвует временем, может быть, уходит в декрет работы, саморазвитием, неважно чем-то жертвовать, но это вот осознанно такая жертва. У вас есть какая-то негативная, это жертва, которая, ну, я не знаю, вот, например, с такольским седром, да, когда жертва любит своего насильника. Вот это вот прям про вас очень-очень прям озвучив, подходит. Какие-то такие вот абьюзивные отношения с людьми, не только вот прям с любимым человеком, а вообще во взаимоотношениях, оно вам как-то знакомо. И здесь самое интересное то, что вы это понимаете, вы это осознаёте, но вот как-то вам кажется, что вот у вас не так, да, то есть вы как будто бы находите объяснение поведению не совсем адекватному и правильному зрелому поведению другого человека по отношению к вам. То есть если говорить совсем просто, да, вы очень долго можете терпеть какую-то вот боль. Ну, с другой стороны, это хорошо, потому что у вас высокий такой болевой порог, вот, то есть, наверное, и роды у вас, да, кто рожал, так достаточно легко проходили по сравнению с другим. Может быть, вы вообще можете терпеть боль. Я говорю, высокий такой порог болевой, и вот в этом есть, конечно же, плюс. Но во всём остальном, да, здесь... Здесь вещь ещё может быть о том, что вот это, знаете, какое-то ожидание, да, вот что вы ждун, вот хочешь сказать, ждун, и человек, который терпит. Вот это вот вы... Понимаете, вы знаете это о себе, но когда вам кто-то говорит, вы это не принимаете. Вот об этом я хочу сказать. Я не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Это знаете только вы. Но, понимаете, здесь такое ощущение, что да, я знаю, да, вы как будто бы сам себе говорите, да, я знаю, что я неправильно поступаю, но вот я не могу по-другому. Я не могу по-другому. Ну вот так вот, да, здесь как будто привычка какая-то. Вот так я привык. И вы даже и менять это не хотите. Вам может быть некомфортно. Вы не относитесь к той категории людей, которые ноют, да. Я сразу скажу, то есть вы здесь не про жало, здесь не про это. А здесь вот прям, знаете, вот бывают такие люди, иногда хочется сказать, ну ты посмотри, да, допустим, там у тебя там два высших образования, а ты вот для того, чтобы, там, я не знаю, прокормить свою семью, там работаешь на двух работах, да, там уборщиком и там еще и няней, либо еще где-то. Ну то есть ходишь на подработки. И вот ему кто-то может говорить, что ну неужели ты себя как-то, вот я не знаю, не любишь что ли, ну там, я не знаю, могла бы составить своего мужика, пускай он идет работать, да, на двух работах. Почему ты? Вот. А вы, например, можете сказать, ну нет, он же сейчас идет там на повышение квалификации, да, где-то учится, а пока он учится, я вот буду работать, потому что, ну, кто же должен кормить семью? Вот вы такой человек. Хотя в душе своей вы, конечно же, где-то понимаете, осознаете, что это не совсем верно, это не совсем правильно по отношению к вам. Но есть какая-то вот причина, то есть если брать психологически вот эти все аспекты детских травм и сценарий, есть вот, вы найдете какое-то объяснение альтруистическое, что ли, почему вы жертвуете собой. То есть для вас есть вот в этом какая-то ценность. Не потому что вы, жертва для вас имеет ценность, а, ну, то есть, как человек, который жертвует собой, а вот что-то вот вы находите, как-то вот ваш ум находит какое-то объяснение такое, знаете, из разряда благодетелей, да, то есть вот терпение, это вот как некое для вас, я не знаю, благодетель, как что-то такое хорошее. То есть вот в вашем понимании, вот что вы делаете, это что-то такое хорошее, и это что-то такое правильное. И вот когда мы говорим про непринятие, вот вы как будто бы не принимаете, что вот то, что вы делаете, вот это вот отношение других людей к вам, либо ваше собственное отношение по отношению к тому, что, не знаю, может быть, вы хотите, либо то, что вы проживаете, вообще как вы относитесь к себе. Вот здесь есть вот этот какой-то момент, который сложно принять. Вам сложно притягивать. Причем, знаете, как-то интересно, когда вы это увидите, нечто аналогичное у других людей, со стороны вам будет как будто бы виднее, и вы будете соглашаться в том, что другие люди правы о том, что не надо было так другому человеку поступать. Но когда вы это перекладываете на себя, то вот именно ваша конкретная ситуация для вас, она вот такая уникальная, что вот это не про меня, это там вот где-то может быть абьюз, а у меня не абьюз, у меня это вот, это этап просто такой, когда вот ко мне так относятся, это вот, не знаю, это какое-то испытание, это я расплачиваю за какую-то карму, это я развязываю какие-то там узлы, это я прохожу духовные уроки, то есть вот вы находите этому какое-то объяснение, очень важное и значимое для вас. В этом что-то есть для вас такого важного. Вот об этом была двоечка. Вот кто-то мне недавно написал в комментариях о том, что, Елена, вы так мягко говорите о таких вещах, которые болезненные бывают. Я могу объяснить это, знаете, чем? Когда, опять-таки, скорее всего, таким философским подходом, потому что у меня была беседа, это вот так в скобочках я скажу, недавно с моим братом, где мы как раз-таки говорили о том, что как может быть такое, что человек, который прожил трудный какой-то вот опыт своей жизни, и казалось бы, у него должно быть понимание того, как его, например, там оскорбляли, унижали. И когда он выбился в люди, то вот он должен, по идее, должен в плане, не знаю, развития, не знаю, сочувствия, что ли, к таким людям, как он был до этого момента, до какого-то периода, относиться как-то с уважением, пониманием. И, как правило, вот этот вот процесс вымещения, когда над тобой как-то вот гнумятся, да, губятся, или, как правильно это сказать, гнумятся, да, то когда ты выходишь, как говорится, в люди, либо решаешь свою какую-то задачу, и ты сталкиваешься с человеком, с аналогичной ситуацией, в которой находился ты, вот ты начинаешь вымещать на этом человеке всю свою какую-то агрессию. То есть, вот я раньше, например, давно издевались, и теперь я буду издеваться. То есть, вот самые такие жестокие агрессоры, это, как правило, бывшие жертвы. Вот, и как раз-таки, говоря к тому, почему я мягко отношусь, вот я отношусь, скорее всего, к другой категории людей, которые вот прошли в своей жизни определенные этапы, у которых было понимание впоследствии, да, каких-то вещей, и когда я встречаю нечто аналогичное, тому, что когда-то, может быть, проходила я, либо проживала я, я всегда отношусь с теплотой к этому человеку, потому что я понимаю, что это один из этапов его развития, что следующий шаг, да, он будет там, где нахожусь я сейчас, до этого ему нужно дойти. Вот, и мой выбор лишь заключается в том, либо ему помочь, либо отойти в сторонку, чтобы он сам решал свои задачи, потому что это является этапом роста для него. Но ни в коем случае не говорить, что вот, там, я не знаю, я голодал, и ты будешь голодать. Вот мне плохо, и тебе будет плохо. Я просто слышу такие вот иногда от коллег, иногда высказывания, которые действительно болезненные, и опять-таки это болезненные высказывания в сторону слушателей могут быть, лишь потому, что у этого слушателя есть такая проблема. Знаете, вот когда у тебя есть какая-то проблема, и тебе на нее указывают, тебе становится больно. Скорее всего, я такой человек, который... Я не люблю причинять боль другим людям, потому что я помню, когда мне делали больно, насколько это не очень хорошо. Ну, то есть обидеть любого человека, ведь это просто. А сделать так, чтобы он улыбался и был счастлив, это очень-очень сложно. Поэтому, наверное, по жизни своей я выбираю сложные пути. Именно с такой любовью я все время отношусь к двоечкам, потому что я знаю, что это прекрасные люди, да, просто чуточку мягче, чем, например, там, я не знаю, люди по третьей позиции, которые более такие уверенные в себе. Мы все разные, и поэтому и принимать таких людей тоже нужно. Я не говорю о том, что к ним нужно относиться как-то снисходительно, либо прям как-то их выделять, из-за того, что они более ранимые, чувствительные. Нет, ни в коем случае все со всеми на равных. Ну, просто если можно выразить свою точку зрения мягко, таким образом, чтобы никого не ранить, это же будет, ну, в моем понимании, да, это уровень мастерства, это уровень вообще человечности. Вот то, к чему я, в принципе, стремлюсь. То есть помимо того, чтобы наносить информацию, еще быть немножечко, ну, человеком в первую очередь. Вот. Заканчиваем с философией и переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку троечки, что вы о себе не понимаете. Что вы о себе не понимаете? Здесь хочется сказать, да, я поэт, я поэт. Тройки для троек, вот эмоционально, если для двоек с логикой сложно, да, то тройкам все, что связано с эмоциями, для вас это вот прям отдельная песня. Нападает Пашкубков и Аркан Вселенной, которые говорят о том, что вы о себе не понимаете. Ну, во-первых, вы не понимаете, своего внутреннего состояния ребенка, да, не понимаете, вот как будто бы своих внутренних потребностей. Здесь у меня всегда по тройкам выходят люди, войны, да, которые идут к цели, да, поставили цели, я к этой цели иду. И нету слез на нашем пути, да, мы идем и достигаем. Недавно видела ролик, где спортивной гимнастикой занималась девочка. Ей, по-моему, было лет 9. И у нее была сломанная рука. И вот она в гипсе со сломанной рукой слевой на правой руку, одной только правой рукой на перекладине подтягивалась. Подтягивалась, рыдала, но при этом подтягивалась, потому что так надо, потому что это спорт, да, если ты хочешь стать первым, ты должен преодолевать в себе много чего, да, то есть вот это вот качество победителя через преодолевание. Вот здесь у меня тройки как раз таки про это, что вот вы те люди, вы не понимаете, как жить иначе, да, вот это вот такое ощущение, что сложное детство было, да, и оно не проигранное какое-то детство. У меня здесь ощущение того, что вы как будто бы не совсем понимаете, что такое ребенок. Возможно, вы даже к своим детям, если они у вас есть, тоже так как-то относитесь достаточно серьезно, либо общаетесь с ними по-взрослому. То есть у вас как будто бы нет осознания того, что ребенок это не миниатюра зрелого человека, а это просто маленький ребенок, что если вы говорите ему, например, собирайся, пойдем гулять, он не всегда понимает, что собирайся, это значит одеться самостоятельно, это значит завязать шнурки, да, то есть он не понимает смысла, что вкладываем мы, взрослые, в слово собирайся, он будет стоять и тупить, потому что у него нет такой команды, он еще маленький для того, чтобы понять смысл слова «собирайся». И вот таких вот моментов очень много, когда мы взрослые разговариваем с детьми на взрослом языке, когда многие слова им непонятны, потому что они такие, знаете, вот не однозадачные, а многозадачные. И вот здесь вот с этой позиции мне очень напоминает мужчины. Иногда мужчины в моем понимании, да, так устроены, они однозадачны, они не понимают, как можно одновременно, там, я не знаю, пойти на кухню за стаканом воды и заодно помыть посуду, да, потому что увидели их в раковине. То есть если я иду с водой, значит я иду с водой пить воду. Это только женщина может пойти за водой и заодно помыть посуду и там что-то положить в холодильник, увидеть, что холодильник грязный, еще и холодильник протереть. То есть вот здесь про это, здесь как будто бы вы не понимаете своего ребенка, его потребности, что иногда он нуждается, вот знаете, в каком-то, я не знаю, доверии. Он хочет, чтобы вы ему доверяли, чтобы, я не знаю, что-то делали такое непредсказуемое, детское, какое-то глупое. То есть вот вы иногда не понимаете других людей, как они могут совершать какие-то глупости. Ну как это? Ну вот как-то в голове не укладывается, там я не знаю. Взрослая женщина, там 70 лет, она одевает мини-юбку, да. То есть сразу такое некое предосуждение в плане того, что ну что, ты себя в зеркало не видишь? Ну здесь же вопрос не в том, как человек выглядит. Здесь же вопрос в состоянии его души. Вот это вот состояние души вы не всегда понимаете. При том, что по пажу кубков вы всегда тот человек, который готов прийти на помощь другого человека, готов его выслушать, да. То есть вы тот человек, который может лечить душу, душу другого, другого человека. Но при этом вот как будто бы ваша, она израненная. И вот вы... У нас будет, конечно, следующий вопрос, что вы в себе не принимаете. Но вот здесь вот ощущение того, что вот вы вот это вот какое-то творческое свое начинание вы не принимаете, потому что вы не понимаете, а есть ли она вообще вас. То есть у меня такое ощущение, что здесь идет отрицание очень большого куска вашей жизни, которое связано вот как раз-таки именно с пониманием детства. Вот кто такой ребенок? Что он делает? У меня такое ощущение вот от этой позиции идет, что вот вы как будто бы сразу родились взрослыми. То есть даже если маленький ребенок, то вы сразу взрослый. То есть сразу с обязательствами, сразу с ответственностью. Причем во многих случаях даже вам эту ответственность не навязывали. Вы сами на себя брали эту ответственность, потому что вот прям вот такое бывает. мальчики такие маленькие. Мама, я буду тебя защищать. Да, вот прям с детства. Такой прям ответственный ребенок. Вот здесь как будто бы про это. Что еще вы о себе не понимаете? А вы не понимаете именно, что вы есть вселенная. О чем здесь? Я не знаю, сейчас я посмотрю, но у меня такое ощущение, что вот есть какая-то часть вас, о которой вы вообще даже не догадываетесь. Скорее всего, это связано как-то с творчеством. Я не имею в виду с творчеством, с рисованием картин. Я имею в виду с творчеством, под словом творчество творение. То есть на что вы способны, что вы можете создавать. То есть здесь вот какая-то такая магическая в некоторой степени аспект идет. В плане именно творения, создавания, материализации. Вот что-то такое. Как будто бы вы об этом не знаете. И вы от этой части себя по семерке жеслов как будто бы отгораживаетесь. Интересно, почему? Аркан перерождения. Здесь вам нужно переродиться. Здесь у меня ощущение того, что долгое время у вас не было и не трансформации внимания. А здесь какое-то перерождение. Здесь не надо в себе что-то исправить, а здесь надо как-то вот переродиться. Знаете, как змеи сбрасывают в себя старую кожу и либо там, я не знаю, эти как их ящерицы, да, вот как-то сбрасывают иногда свою кожу. Здесь у меня ощущение того, как надо сбросить что-то с себя и идти дальше. Здесь вы должны стать другим человеком, потому что на том уровне, на той этапе развития, которым вы находитесь сейчас, вы уже на этом этапе как будто бы закончились. Что я имею в виду? Вот все, что можно было там узнать, вы уже это узнали. Вам надо идти как-то дальше. Здесь не про высоту, а здесь как-то, я не знаю, хочется сказать, вот выйти в большой мир. Здесь как будто бы вот расширять свои границы надо. Там, я не знаю, жили, например, в каком-то сельском районе, да, либо где-то вот в деревне и были учительницы там, например, музыки. И понимаете, что уже не тот, не тот уровень, да. И вот у вас появляется желание, а что, если я перееду в город, да, и буду там преподавателем в консерватории? Это уже другой уровень. Тот же самый предмет, но это другой уровень. Вот здесь как будто бы про это. Вы не понимаете о том, что давно уже пришло время выйти на другой уровень. Вселенная говорит о том, что вы уже, понимаете, здесь как будто бы вы уже давно не ученик, а вы уже давно учитель. А вы себя почему-то ассоциируется там с позиции ученика. Вот здесь вот у нас Паша Кубков тоже про это говорит. О том, что в каких-то моментах, вот прям интересный такой вопрос, да, что вы себя не понимаете. Я говорила о том, что вы не понимаете своего внутреннего ребенка, но при этом где-то неосознанно вы проигрываете в каких-то моментах себя как маленький ребенок, не осознавая того, что вы уже давно стали взрослым. То есть здесь, с одной стороны, я этого ребенка не принимаю, и одновременно, когда я его не принимаю, я и являюсь этим ребенком. Немножко запутанно я говорю, но вот здесь вам просто нужно почувствовать, здесь на уровне души, я не могу донести по-другому как-то информацию. То есть я как будто бы, то, что я говорила, да, с одной стороны, я маленький мальчик, маленький ребенок, и я не принимаю, что я ребенок, потому что я беру на себя ответственность. Допустим, я сестренка отведу в детский сад, либо в школу, да, потому что, ну, я же старше, и не важно, что мне всего лишь 5 лет. Вот, то есть берете на себя ответственность взрослого человека, при этом отрицая в себе вот эту вот детскость. А с другой стороны, одновременно в каких-то других ситуациях, да, вы уже давно стали взрослым, но ведете себя вот как маленький ребенок. Здесь вопрос именно по ситуациям. Иногда так вы себя ведете, и иногда так. И причем и там, и там вы как будто бы не осознаете, что, ну, вот здесь вот вопрос, именно детство, он как-то вот проигрывается. Потому что детство, оно как будто бы, знаете, как ассоциация вот с каким-то яйцом, да, то, что должно вылупиться. И аркан вселенной у нас тоже здесь говорит про яйцо, из которого что-то должно вылупиться, что-то должно начаться, какая-то новая жизнь. И аркан перерождения здесь тоже нам говорит про это. То есть вы не понимаете, что пришло время уже как-то переродиться, что вы уже стали другой человек, да, что уже вот здесь, знаете, иногда смотришь вот документальные фильмы, да, и там про животных, вот вроде бы увидишь змею, да, и она как будто бы наполовину сбросила свою шкуру, а где-то еще есть половина, что вот она вот в старой своей шкуре ходит, ползет. И вот видно, вот эта вот часть ее как будто бы старая, а часть новая. Вот у меня такая, такая ассоциация сейчас по вам, что где-то, где-то уже все, а где-то еще нет. Вот. И здесь нельзя понять, что типа вы сбросили свою шкуру, либо вы еще, это вам предстоит сделать. Так. Немножко запутанно здесь я говорю, но если вы примерите на свою позицию, если вам отвлекается, вы поймете, о чем я тут говорю. Потому что здесь вот эта вот позиция не про то, чтобы понять головой, да, здесь вот какие-то на уровне сердца, здесь надо понимать, на уровне, здесь даже не на уровне состояния, либо там, я не знаю, логики, а как-то вот только интуитивно. Я не знаю, как иначе это объяснить. Хорошо. А что вы в себе не принимаете? Что вы занимаетесь по пятерке мечей, да, каким-то самоедством. Что у вас слишком много требований по отношению к себе. Что вы иногда бываете жестокими сами с собой. Что у вас идет периодически какая-то внутренняя борьба, да. Вы здесь критика. Критика, самоосуждение. Вы не очень хорошо от себя отзываетесь. Вы слишком требовательны. Вот еще один пажик у нас выпадает, да. Паж жезлов, который говорит о чем? Что вы в себе не принимаете? Что пришло время, а это менять все, понимаете? А почему вы не принимаете? Потому что десятка жезлов. Потому что десятка жезлов, десятка мечей. Почему, почему? Да потому что как-то вот вам трудно, что ли. Как-то не можете что-то завершить. Не принимаете, не принимаете, что все окончено. Сложно принять конец, понимаете. Ну это как-то вот перейти какой-то порог, рубеж. У вас начинается самосаботаж. То есть когда вы понимаете, что вот пришло, я не знаю, какой-то рубеж, да, что-то завершить. Это как этот, про беременность, да. Может рассосется. Вот это вот как раз-таки про вас. Когда вы понимаете, что блин, дороги уже нет дальше, да. Наоборот, назад. А есть только вперед в плане того, что развивается плод и будут роды. И вы где-то там на седьмом месяце себе говорите, а может рассосется, да. Может быть не надо будет рожать. Вот здесь про это. Не принимайте, что пришло время вот изменить свое отношение к самому себе. Вот это, знаете, какая-то непонятная позиция доказывания самому себе, что я смогу. Вот я не случайно тот образ про гимнастку девочку показывала, говорила вам, да. Вот вы примерно такой же человек. Я себе докажу, что у меня есть огромный потенциал, у меня есть ресурсы, да. У меня одна рука сломанная, но я на другой все равно смогу выполнить это задание. Ну, ясное дело, если вы приложите усилия, то, конечно же, криво-косово это сделать. А вы не хотите криво-косово, хотите здесь еще и перфекционизм. Я хочу это идеально. Здесь вот, здесь перфекционизм у меня сквозит и фонит. Я хочу это сделать идеально, чтобы у меня было все классно, чтобы комар носа не подточил, да, вот здесь что-то такое. Есть еще что-то, что вы в себе не принимаете. Восьмерка мечей, что вот на уровне ментала вы очень сильно загоняете себя. Сказала, загоняете себя, и выпал, выпал здесь аркан одержимости, зависимости. Не дьявол, а именно дьявол здесь считается как позитивный, а вот здесь именно одержимость. Иногда вы бываете вот зависимы, одержимы. Чем именно? Ну вот, пожон мечей, да, то есть вопросы правды для вас вот прям очень актуальны. Я докажу свою правоту, да, то есть вот победа по пятерке меньшей, победа любой ценой. Я докажу свою правоту, я вскрою эту правду, да, я вот прям покажу. Вот здесь какая-то такая, знаете, энергия победителя, которая вот прям не случайно, я в самом начале сказала про ребенка, что вы не знаете о своем внутреннем ребенке. Вот вы его как будто бы замучили здесь. Замучили, задушили, не даете спокойно жить вашему внутреннему ребенку, творить, радоваться. Вот здесь вот прям, здесь даже не взрослая позиция, здесь позиция какого-то, не знаю, мучителя, который постоянно как-то всех строит. Я имею в виду внутри вас, да, все ваши субличности, как надо, как правильно, давайте вперед, все собрались, не будьте лентяями, надо это достигнуть, надо это сделать. Такая мужская позиция очень. Здесь вам говорится, что вот это вот, ну, вот прям такое ощущение крик души, да, что вот это все нужно отпустить, это уже не нужно, это уже, там, я не знаю, пройденный какой-то этап. Вам нужно идти в другое, в новое, в светлое, в цветущее. Здесь даже не про мужское, женское, а здесь вот именно какие-то другие энергии, энергии, процветания энергии, уровень какой-то, вы знаете, вот прям счастье, удовлетворение, что все хорошо, вот здесь прям новую вселенную нужно открыть в себе, новую вселенную. И такая вот у меня была и третья позиция. Благодарю вас всех за внимание, напоминаю, что если вы не подписались на мой второй канал, по ссылке ниже. Можете перейти и подписаться. А я с вами прощаюсь до следующего расклада. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok